Сейчас главная экономическая новость дня. Центральный банк России снизил ключевую ставку с 15 до 14 процентов. Этот шаг направлен на поддержание финансовой стабильности и улучшение инвестиционного климата. Сегодня же ситуация в банковской сфере. Вопрос о поддержке кредитных учреждений были рассмотрены на совещании у премьер-министра. Подробнее обо всем в репортаже Дениса Давыдова. О том, что Центральный банк пойдет на изменение ставки рефинансирования, говорили уже давно. Аналитики рассуждали, биржа готовилась. Ведь обычно на подобные решения ЦБ остро реагирует национальная валюта. Как правило, падением. Но сегодня рубль пошел вверх к отметке в 61 за доллар. Глава Центробанка такой реакции не удивилась. Эльвира Набиулина считает, рублю есть куда расти. Поправляет прессу. Речь не о справедливости, исключительно расчет. Мы скорее оперируем термином не справедливый и не справедливый. Фундаментально обоснованный в зависимости от ситуации с прогнозом платежного баланса. По нашей оценке сейчас он недооценен в пределах 10%. 10% это минус 6 рублей к текущему курсу. Получается 55 за доллар, если не будет новых шоков для рынка. Но ставка Центробанка потому и называется ключевой, что напрямую влияет на экономику. С ее помощью сдерживают и валютные курсы, и инфляцию. Под нее же ЦБ кредитуют коммерческие банки. Конечно, мы должны развивать наш рынок внутренний, конечно, мы очень рассчитываем на наших вкладчиков. Хорошо, что ситуация стабилизировалась. Мы надеемся, что в этом году все-таки будет хоть и небольшой, но прирост вкладов населения. И важно для этого, чтобы банки были надежными. Поэтому очень важно рекапитализировать банки, в том числе с помощью государства, обеспечить нормальное функционирование. Мы очень быстро реагируем на изменения ставки и, безусловно, мы в ближайшее время будем проводить коррекцию. Насколько? На 1% или больше? Ну, пока на 1%, я думаю. Там посмотрим. Сегодня же Дмитрий Медведев провел совещание с министрами и руководителями крупных банков. Премьер напомнил, для стабилизации ситуации на финансовом рынке удвоено страховое возмещение по вкладам. Началась декапитализация банков, которые наиболее плотно работают с аграрными и промышленными предприятиями. Я утвердил перечень банков из 27, которые соответствуют установленным требованиям им направленное предложение по декапитализации. Насколько я понимаю, совсем недавно агентством принято решение о заключении договоров с первыми банками, первыми четырьмя банками. Конечно, на поддержку государства могут рассчитывать прежде всего те, кто активно работает с реальным сектором экономики, то есть с промышленностью, с сельским хозяйством. Наша цель – облегчить доступ к кредитам тем предприятиям, которые работают в наиболее приоритетных или наиболее сложных условиях. Также в ближайшее время Дмитрий Медведев подпишет постановление о субсидировании ипотечных кредитов. Ставка по ним в текущем году не будет превышать 13%, если заемщик решит покупать квартиру в новостройке. Говорили сегодня и о тех, у кого уже есть ипотека, но только валютная. Из-за обвала рубля, который случился в конце прошлого года, суммы ежемесячных выплат для многих потребителей стали неподъемными. ЦБ настаивает, чтобы банки нашли выход и помогли клиентам решить проблему. Для людей, которые могут оказаться в жизни на сложной ситуации, она может быть разной, при потере работы, что это единственное жилье и так далее. Вне зависимости от того, в рублях бралась ипотека или в валюте, по аналогии с 2008-2009 годом, должна быть некоторая программа по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов. Именно помощи адресной заемщикам, попавшим в сложную ситуацию. И правительство, насколько я знаю, над этим работает. Снижение ключевой ставки, считают эксперты, отразится не только на заемщиках. Банки могут пересмотреть политику и в отношении вкладчиков. Им советуют поторопиться. Если в отношении депозитных операций судить, то, скорее всего, тенденцией будет постепенное снижение процента по рублевым депозитам. Наверное, это гражданам сигнал, побыстрее относите деньги в банке, а то депозиты снизятся. На понижение процентной ставки Центральный банк пошел из-за относительной стабилизации в экономике. Росстат отмечает, цены хоть и растут, но не так быстро, как минувшей зимой. Инфляция замедляется и нефть по расчетам ЦБ будет стоить не меньше 50 долларов за баррель. Так что сегодняшний минус 1% от ключевой ставки и еще и важное психологическое решение. Это скорее сигнал к тому, что при хорошей конъюнктуре, при неплохих стат данных Центробанк будет готов пойти на смягчение условий. И, может быть, на следующем заседании ставка будет еще понижена, если текущая ситуация будет, скажем так, возможной для этого. Аналитики добавляют, ключевая ставка в 14% все равно высока и для банков, и для предприятий, нуждающихся в деньгах. Вопрос об очередном понижении ставки Совет директоров ЦБ может обсудить уже на следующем заседании. Оно намечено на апрель.